А теперь об этом и не только более подробно. Начнем, пожалуй, с первого общегородского субботника он прошел в эти выходные. Чтобы весенний город был еще красивее, на улицы вышли и активно взялись за уборку 34 управляющие компании. И, конечно же, сами жители, отличное настроение, плюс необходимый инвентарь и дворовые территории в этот солнечный понедельник, уверенно, уже радуют глаз. К субботнику присоединились и наши корреспонденты. Одними из первых на субботник вышли жители Томилина. Основной площадкой для массовых уборок стал пруд в микрорайоне птицефабрика. Как видим, здесь и молодежь, и взрослые все, вооружившись инвентарем, делают родной поселок чище. Всем добровольцам в этот день выдали орудия труда и необходимую экипировку. Задача на этот раз у томилинцев была не из легких. Снег сошел совсем недавно. Однако, несмотря на это, с хорошим настроением и приподнятым духом они навели порядок. Убрали мусор, прошлогоднюю листву. Сделали опиловку деревьев, окрасили лавочки. Теперь жителям можно смело проводить свой досуг в этом живописном месте. Пришли облагораживать территорию. Хочется, выходим гулять, хочется ходить, радоваться, чтобы взгляд падал. И смотрим лавочка, вон какая прекрасная. Участие в общегородском субботнике традиционно, помимо жителей, всегда принимают разные организации. Вот и сотрудники Лука. Люберецкой управляющей компанией также вышли на улицы, чтобы навести порядок после зимы. Почти 100 сотрудников этой компании вышли на субботник. Но отмечу, что многие пришли вместе с детьми. Настроение у всех отличное, да и погода этого дня задала общий настрой. Вот так на третьем почтовом отделении проходил субботник. Весело с песнями и танцами. Вообще, что касается уборки, то виды работ здесь были разнообразные. У нас собралось полностью 100% сотрудники Люберецкой управляющей компании, активные жители, советы домов. Участие в общегородском субботнике, помимо сотрудников компании, приняли и жители. Активным участником стала и глава округа. Вообще, к участию в этой уборке привлечены 34 управляющие компании. Лук на своем участке, помимо инвентаря, раздавал всем сладкие угощения и чай. Кстати, в итоге, после окончания субботника будет незамедлительный вывоз собранного мусора вместо его дальнейшей утилизации. Кипит работа и на улице Кирова. Здесь, в прекрасном расположении духа, свой субботник проводят сотрудники Люберецкого городского жилищного треста. Вместе с жителями они красят ограждения, лавочки и убирают прошлогоднюю листву. Сквер на улице Кирова в течение дня стал заметно чище и краше. Еще бы, ведь эти коммунальщики знают толк в наведении порядков. ЛГЖД – традиционные участники субботников. И, что особенно важно, к труду ежегодно подключается и руководство. У наших сотрудников семьями где-то тысячи с лишним человек. У нас 800 своих. Вы увидите, дети, бужья, бабушки. У нас где-то порядка 80 адресов, где мы работаем. Я очень рад, что коллектив как единый целый вышли. И все эти планы, которые мы наметили, согласно приказу и согласно постановлению главы, мы все выполним сегодня. Даже дети в этот день охотно приобщались к труду. А всем, кто хорошо работает, как говорится, нужно хорошо поесть. Для всех, кто потрудился, была накрыта настоящая поляна. А после обеда с новыми силами либерчане вновь приступали к уборке. Либерецкий городской жилищный трест традиционно принимает участие в субботнике целыми семьями. Вот сейчас мы видим маму и сына. И расскажи мне, пожалуйста, что ты сегодня здесь делал? Я красил сегодня заборы, помогал маме. А тебе понравилось красить заборы? Да. Всю жизнь у нас с малого возраста родители как на праздник собирались на субботнике. Все мы, кто с вилочками, с маленькими, кто с лопаточками, кто даже дети, убирались. И все это было с удовольствием прекрасно. Вот есть такая поговорка. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Если мы немножечко будем как-то вести себя более аккуратно, то и территория будет гораздо лучше. Анна Троян, Мария Антонова, Дмитрий Родзянко и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok